Вы слушаете канал жааш.клаб, а Ларихай предводитель готов. А Ларихай, эр, 394-410 год от начала нашей эры, был готским военачальником, известным тем, что разграбил Рим в 410 году от начала нашей эры, что стало первым разграблением города более чем за 800 лет. Хотя его семье известно немного, мы знаем, что он стал вождем племен Тервинги и Гритунги, позже известных как Вестготы и Астготы соответственно. Он повел своих собратьев готов в неистовство через Балканы в Италию, разграбив римскую столицу, а затем двинулся дальше на юг и вскоре умер в 410 году нашей эры. После смерти А Лариха его Шурин Атаулев повел готов в Галию. А Ларих приходит к власти на протяжении веков жители Рима комфортно жили за стенами своего города. Империя постоянно расширялась, и римская армия под командованием длинного ряда способных военачальников удерживала ужасных варваров на безопасном расстоянии от городских ворот. К сожалению, господство Рима начало медленно разрушаться, когда империя была расколота диоклетианом надвое, и база власти постепенно переместилась в Константинополе императору, который там жил. Этот сдвиг в политической и экономической власти сделал Рим слабым и уязвимым. Молодой, бывший римский военачальник воспользовался этой ситуацией и разграбил некогда вечный город, его звали А Ларих. Несмотря на то, что А Лариха называли варваром, он был христианином, получившим военную подготовку в римской армии. Он командовал союзниками готов, сражаясь бок о бок с римлянами в битве при реке Фригедус в 394 году от начала н.э. в битве, которая велась между восточным императором Феодосием Ай и западным узурпатором императором Евгением. Вскоре после битвы, в 395 году от начала н.э., император Феодосий, последний, кто объединил и правил обеими половинами империи, умер. Римская империя снова была разделена. Заклятый враг А Лариха, а позже союзник, амбициозный Флавис Телехон, 359-408 год от начала н.э., стал регентом, или, по крайней мере, претендовал на это, двух сыновей бывшего императора, Аркадия и Гонория, 395-423 год от начала н.э. Аркадий стал императором на Востоке, умер в 408 году от начала н.э., в то время как младший Гонорий в конечном итоге занял трон на Западе. А Ларих и Стелехон Стелехон, военный магистр или главнокомандующий, и сын римской матери и отца вандала, вступил в конфликт с А Ларихом. Этот конфликт возник из-за договора, подписанного в 382 году от начала н.э. между римлянами и готами после Готской войны, который позволил им поселиться на Балканах, но только в качестве союзников, а не граждан. Договор также требовал, чтобы они служили в римской армии, что встревожило многих готов. И, как они и опасались, их значительные потери при Фригидусе подтвердили их озабоченность. Они были поставлены на передовую, впереди регулярных римских легионов, как «жертвенные ягнята». А Ларих жил в ошибочном заблуждении, что римское правительство на Западе было стабильным и будет длиться вечно, обеспечивая безопасность своему народу. В попытке заставить переписать договор, А Ларих и его армия воспользовались растущей напряженностью между Востоком и Западом и разграбили города на Балканах и в Греции, в конечном итоге вторгнувшись в Италию в 402 году от начала н.э. Он требовал не только зерна для своего народа, но и признания его гражданами империи, а также назначения военным магистром, равный в римской армии, стелехон яростно отверг эти требования. Хотя Ларих был вынужден отступить под Вероной, в 406 году от начала н.э. была предпринята попытка компромисса. Через своего агента Иовия римский военачальник выслушал требования Лариха о законных правах на их землю с ежегодными платежами золотом и зерно. Взамен Ларих должен был помочь стелехону в его плане вторжения на Восток. С Аркадием, находящимся в полной власти на Востоке, стелехон уже обезопасил себя на Западе, он выдал свою дочь замуж за императора Гонория, и с помощью Лариха он нападет на Восток, свергнув Аркадия. Сделка никогда бы не состоялась. Ларих терпеливо сидел, ожидая, когда стелехон присоединится к нему. Несмотря на свои добрые намерения, стелехон, однако, задержался из-за проблем в других местах на Западе, готский король Радагайс вторгся в Италию, вандалы, Алана и Сурви вторглись в Галию. И будущий император Константин Третий, реальная угроза трону, вышел победителем из Британии. Эти неудачи привели к нехватке денег и невозможности переговоров. Терпение Лариха истощилось, и его требование о 4000 фунтов золота, плата за ожидание, осталось неуслышанным. В результате он начал медленно продвигать свою армию ближе к Италии. Хотя стелехон хотел оплатить требования, римский сенат под руководством боевого ястреба по имени Олимпий не согласился, и сенат счел действия Лариха объявлением войны. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.